МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире главный диалог в студии Артём Тарасов. Большое медиасобытие ждёт дончан этой осенью. Новую радиостанцию Тихий Дон впервые жители области услышат 1 сентября. Грянет ли громом Тихий Дон в областном радиоэфире? Какими программами новое радио порадует аудиторию? Об этом и не только мы поговорим с главным редактором радиостанции Тихий Дон Анатолием Малиновским. Анатолий, здравствуйте! Здравствуйте! Приятно вас видеть в нашей студии и в начале нашей беседы. Собственно, расскажите, какой продукт ваша радиостанция предложит слушателям и, собственно, на кого он ориентирован? Я, наверное, начну с того, что радио Тихий Дон, которое начнёт выходить 1 сентября в эфир на частотах, на которых до 1 сентября выходит радио Южный регион Диадема, а это частоты, например, такие в Таганроге, это частота 105,4 FM, в шахтах 106,8, в Волгодонске 105,8, в Сальске 102,8. Так вот, радио Тихий Дон – смена, это не смена вывесок. Дело в том, что радио Тихий Дон – это самопрограммируемая радиостанция с круглосуточным вещанием. То и иначе говоря, мы готовим полную линейку своих музыкальных и информационных продуктов самостоятельно. И тут, естественно, наша главная ориентация на свою аудиторию, на своего слушателя, которого мы видим прежде всего в активных деятельных людях со своей жизненной гражданской позицией, с нравственными принципами, среди которых деятельный патриотизм занимает ведущее место. Хочу еще обратить внимание на то, что именно потому, что мы самопрограммируемая радиостанция, у нас появляется исключительная возможность работать не только по заказу, но и работать совместно с радиослушателями над выборами, тем, героев, жанров для наших программ. Иначе говоря, мы будем делать все, чтобы каждый мог услышать на нашей радиоволне все, что ему интересно, важно и по душе. Более того, мы вот все эти программы будем создавать, я хочу это подчеркнуть еще раз, вместе со своими слушателями. Вместе это вообще ключевое слово для понимания вот нашей позиции. То есть будет обратная связь? Обязательно. Мы на это рассчитываем, и будем создавать все возможности для этого. Потому что мы хотим, чтобы радио «Тихий Дон» стало родным радио для жителей Ростовской области. Не только потому, что мы вот с вами живем и работаем вместе на одной земле. Но прежде всего потому, что мы хотим, чтобы на нем звучало то, что люба нашим землякам. И говорили мы на нем о том, что нам действительно дорого. В принципе, у нас наш основной позывной так и звучит. «Радио «Тихий Дон» — все, что люба, все, что дорого». И вот это принцип, которым мы будем руководствоваться в своей работе. Немаловажный вопрос. Какого музыкального формата планируете придерживаться? И, собственно, какие передачи в эфире «Тихого Дона» мы услышим? То есть чем планируете удивлять публику донскую? Ну, музыкальная часть эфира будет состоять по преимуществу из любимых песен, из популярной отечественной музыки 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов, что вовсе не отрицает появление в ней и зарубежных хитов, и современных песен. Но главное для нас, чтобы в эфире звучали песни душевные. Со смыслом, что называется «За жизнь». Кстати, у нас будет музыкальная программа по заявкам, которую будет вести наш музыкальный редактор Татьяна Безгина, и она так и называется – «Песня от души». Кроме этого, пользуясь случаем, хочу напомнить, что вот на телеканале «Южный регион Дон» есть очень уникальная телепрограмма, вопреки всему, которую ведет Виктор Тартанов. Так вот, на нашем радиоканале Виктор Тартанов попробует себя в новом качестве. У нас он будет вести программу «Дон Мажор», в которой будет знакомить слушателей с музыкантами Дона, авторами, исполнителями, поэтами, музыкантами, композиторами. И хотя хорошей музыки, как известно, много не бывает, но не только ею одной будет заполнен наш эфир. Рассказывайте о новостях и важнейших событиях в жизни страны, Донского региона, городов и станиц Дона, будут дежурные по области. Это Ирина Авдеева и Станислав Ключко. К ним, кстати, можно сообщать и свои новости, для того, чтобы мы могли подключиться, проверить, и потом уже проинформировать о новости, которые узнали вы. Какие социально значимые передачи жители Дона смогут услышать в эфире радио «Тихий Дон»? Во-первых, кроме новостей, в линейках наших радиопрограмм запланированы интервью с представителями власти, бизнеса, культуры. Хочу обратить внимание на такие авторские программы Александра Поповича, как «Свет великих душ» и «Православный календарь». Думаю, что не только для взрослых, но и для более молодого поколения представит интерес авторская программа Вартана Суниджанца «В мире в стиле техно», в которой Вартан будет знакомить слушателей с новинками в мире гаджетов и бюджетов, интернета и высоких технологий. Тут очень много своих, как молодежь называет, фишек, поэтому, думаю, слушателям будет что почерпнуть из этой программы. Ну и, надеюсь, еще одной фишке нашего радиоканала будет то, что мы готовим к выходу радиосериала. Расскажите об этом подробнее. Ну, радиосериал называется «Легенды и мифы тихого дона». То есть это такой жанр, как бы я определил, мистического краеведения, где реальные факты, реальные герои, реальные дома, улицы, события, которые находятся либо в другом измерении, либо к ним присутствуют окупляются легенды, слухи, небыващина, которая позволяет взглянуть и на историю родного края, и на этих героев совершенно с новой стороны. Мы думаем, что все, кому дорого, интересно история своего родного края, подчеркну для себя, немало нового. А тех, кто любит свою землю, на Донской земле, немало. Анатолий, вы открываете новую радиостанцию 1 сентября. С чем это связано? Почему выбрана именно эта дата? Совершенно не случайно. И не совсем потому, что 1 сентября, как известно, день знаний, начало нового учебного года. А прежде всего потому, что в допетровские времена, точнее, до 1700 года, на Руси 1 сентября, именно 1 сентября, отмечался новогодний праздник. Думаю, это одна из тех традиций, которые нам стоит помнить. И вот мы, начиная свое вещание 1 сентября, хотим таким образом сделать новогодний праздник для жителей Дона, подарив им новое радио. Мы очень надеемся на то, что этот подарок им будет приятен. Ну это вы сильно, конечно, придумали. Насколько эфир будет оперативным и интерактивным, самое главное? То есть номера телефонов, сайты вашей радиостанции и, собственно, смс-портал? В принципе, по всем каналам, которые, возможно, сейчас, с нами можно связаться. И мы ждем этого. Телефон редакции 200 ровно 2519, почтовый адрес 344 022 Ростов-на-Дону, абонентский ящик 339. С нами можно связаться, написать свои предложения, также записать заявки и на странице радио Тихий Дон на интернет-сайте yukmedia.ru, а также по электронной почте радио собака yukregion.ru. У нас в программе будет концерт по заявкам, музыкальная программа, и тут заявки можно принимать и в форме смс-сообщений. Они принимаются по короткому номеру 5533 при наборе слова Донрадио, а через пробел, собственно говоря, заявка. Обращаю внимание, стоимость одного смс всего 7,5 рублей. Анатолий, спасибо вам за содержательные ответы. Увы, время нашей передачи подошло к завершению. Я желаю, чтобы ваша радиостанция, которая называется Тихий Дон, наделала много шума в хорошем смысле здесь у нас, в Ростовской области. Удачи вам. Спасибо. Мы хотим, чтобы нас слышали. Дорогие друзья, я напоминаю, вы смотрели «Главный диалог». В студии был Артем Тарасов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова